В Красном Луче по сей день помнят подвиг ребят-молодогвардейцев. По всем учебным заведениям, библиотекам, культорганизациям проходят мероприятия, посвященные 75-летию молодой гвардии. 23 сентября в парке между 2-м и 3-м микрорайонами состоялся вечер памяти о юных героях. С литературно-музыкальной композицией «Бессмертие» перед краснолучским зрителем выступили артисты Дворца культуры «Энергетик». Мы эту сценку показывали на 9 мая у себя на поселке. Теперь решили представить ее в парке в Красном Луче. Сюжет построен о том, как она образовывалась, как ребята постепенно пришли к тому, что необходимо самим как-то встать на защиту Родины, повлиять на судьбу своей Родины. Евгений Коплеев в роли Олега Кашевого, Оксана Мезенцева вжилась в образ Любови Шевцовой, Клепенко Светлана, Ульяна Громова, Александра Дмитриенко в роли Сергея Тюленина. В краткой постановке рассказали о том, что в годы Великой Отечественной войны, вскоре после начала оккупации Краснодона, войсками нацистской Германии была создана организация «Молодая гвардия». Напомнили о том, что мальчики и девочки, младшему из которых было 14 лет, а старшим чуть за 20, бесстрашно как могли, с сентября 1942 по январь 1943 боролись с врагом. И о том, что зима 1943 года для молодой гвардии стала последней. В результате предательства почти месяц десятки юношей и девушек переносили нечеловеческие пытки и были живыми сброшены в одну из шахт. Неувядаевым славой покрыли себя юные мальчики и девочки маленького шахтерского городка Краснодон. Их жизнь, их судьба является для нас всемирно историческим фактом в истории Второй мировой войны. Милый с тобою мы увидимся скоро. Северный ветер поет за окном. Как царанча на цветущие ветви налетели насильники эти. Я, вступая в ряды молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь. Клянусь! Их раздражала яркая улина красота, и они изощрялись в уничтожении этой красоты. Их раздражали крепко сжатые, чуть выдающиеся вперед губы худенького мальчика, которого пытали вместе с матерью. Их раздражал презрительный взгляд мальчишки, посидевшего от мук, но не сдавшегося. Но оставили правду, настоящую правду, неизменную правду на любимой земле. Завороженно наблюдал зритель за происходящим на сцене. Также в этот вечер «Внимание краснолучан» был представлен документальный фильм о подвигах молодых советских ребят. События эти послужили основой для романа Александра Фадеева «Молодая гвардия», написанного в 1946 году. Год спустя Сергей Герасимов снял по книге одноименный фильм. В результате вся страна узнала имена Олега Кашевого, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и других молодогвардейцев. По историческим данным, около 80 молодогвардейцев не дожили всего две недели до освобождения Краснодона советскими войсками от фашистов. Немало улиц, переулков, учебных учреждений, городов бывшего Советского Союза названы их именами. Созданы музеи, памятники, написан роман, отсняты документальные, художественные фильмы, поставлены спектакли, оперы в память о молодогвардейцах. Передавая знания о подвигах из поколения в поколение, у молодежи закаляется дух патриотизма.